Ассаламу алейкум варахпадалаваракетах, уважаемые братья и сестры, с нами сегодня Амир Кахай Мусаев с новостями и комментариями по поводу последних событий, происходящих у нас в России и в канагайском народе. Итак, саламу алейкум, Амир Кахай. Алейкум, салам, декбулат. Здравствуйте все, кто смотрит и будет смотреть ваш эфир. Сегодня действительно поговорим о событиях, которые происходят в мире. Ну, самые такие животрепещущие события, они происходят на приграничных России территориях, в частности вот на юге и юго-западе, юго-востоке Украины. Сейчас, секундочку. Ну, теперь правильно. Теперь все правильно, да? Ну, с последнего эфира с нами Багулат прошло не так много времени, я уже не помню, сколько прошло, неделя-две-три? Около двух недель, примерно. Около двух недель. И, судя по просмотрам и комментариям, они никого не были равнодушными. Поэтому тема актуальная, тема востребованная. Прошло всего лишь вроде бы две недели, но за эти две недели произошло довольно много таких знаковых событий. Но мы на все эти события будем смотреть с точки зрения нашей Нагайской правды, Нагайского взгляда. Вот я, извините, перебью. Перебью немножко, извините. Вот только что, прямо перед эфиром, смотрел эфир Руслана Курбанова. Вот там, в принципе, с точки зрения мусульман России, в частности, татары и дагестанцев Кавказа, я взял свою точку зрения. Так как вы, по моему мнению и по мнению моих комментаторов, особенно ногайцев, конечно же, не уступаете в области политики, экономики и так далее, ну, широко кругозорого, слава Богу. Хотел бы услышать тоже именно Нагайскую точку зрения, как вы вот начали. Да, действительно, мы будем смотреть с точки зрения именно субъектности Нагайского национального проекта. Оценивать как мировые, так и региональные события именно с этой точки зрения. Ну, для начала я такой небольшой экскурс, так скажем, в историю сделаю. Почему? Чтобы понять всю логику событий, которая у нас будет происходить в этом эфире, да, именно через Нагайский взгляд на данную проблематику. В историографии данная территория, о которой я вам говорил, юг и юго-восток Украины, это вошло под понятием дикого поля. Ну, я имею в виду в российскую, потом советскую и постсоветскую историографию. Ну, если обратиться к источникам, к инскобоидическим словарям, тоже википедии. Какое нам дает вот такой европоцентрический взгляд на данный регион. Дикое поле – это такая историческая область неразграниченных и слабо заселенных причерноморских и приазотских степей между Днестром на западе и Доном и Хопером на востоке. В центре дикого поля расположен Днепр. То есть такая даже аналогия, да, напрашивается, я еще раз говорю, если смотреть на данные понятия с точки зрения европейской истории, европоцентрического взгляда, да, аналогия таким с Диким Западом. То есть Дикий Запад – дикое поле. Но Диким данный регион был для жителей лесных областей Восточной и Центральной Европы. Для чурков же этот регион Великой Степи был одной из колыбелей евразийской цивилизации. Наряду, например, с такими местами, как Алтай, Идиль, Мугаджары, Хангай, да, Атукенская Чернь. Это все такие сакральные для кочевой общности места. За тысячелетнюю историю, даже более тысячелетнюю историю, да, как только не называли их соседи, то есть жители данного региона, да, я имею в виду самого западного края евразийской степи. Осет за соседи только как их называли. И гуннами, и печенегами, и черными колбуками, и фоловцами, и татарами. Сам же народ в конечном итоге назвался Ногай. Именно вот под этим именем в позднее Средневековье и в раннее Новое время он вошел в аналог мировой истории. Ну, в частности, в исторической памяти Ногаев, а также родственных для них Башкир и Каракалпаков, ну, такие места, как Крым, степи при Черноморье, при Азовье, при Кубане, называются как Атойорт, то есть это отцовский отцов, отчизна, историческая родина. Ну, такие вот культурные маркеры, как Храмноу Харкбаторе, 40 ногайских богатырей, как его, так скажем, переводят на русский язык, Гусманбет Азовле, Гусманбет Азовский. Это вот та маленькая толика той героической эпохи в памяти нагайского, ну и не только нагайского народа. Мы с вами в предыдущих эфира говорили, что когда углубляешься в историю любого народа степной полосы, да, Евразии, всегда упираешься в так называемый нагайский период. И вот эти маркеры, они и на западе евразийской степи, на западной окраине, да, вот такая аналогия с понятием Украина, можно, так скажем, обрисовать. А она здесь актуальна. Ну, я не говорю про стопонимику. Стопонимика данного региона, она так или иначе связана именно с нагаями. Но, как мы с вами Битбулат отмечали ранее в предыдущих эфирах, нагайские элиты тех времен, я имею в виду того героического периода, считали, что окружающие процессы будут неизменны. Тогда пасутся, караваны идут своими привычными маршрутами, на Риге дают добычу, князья оседлых народов собирают неисправно привозить дань и ясак, зарабатывая при этом свой процент. Однако технологический процесс никогда не стоит и не стоял на месте. Стали возникать большие морские торговые и военные корабли, соответственно, развивалась морская торговля, сухопутная торговля стала менее выгодной, доходы от торговли скудели, стали появляться все новые виды вооружения, рождались новые тактики и формы ведения войны. При этом оседлые страны и народы уже не хотели мириться с тем хаосом кочевых набегов и оттоком населения с подконтрольных территорий. При этом население в этих странах, как следствие данного технологического прогресса, росло. Требовались плодородные целинные земли. А где взять в болотах лес и долинах рек? Только степные тосторы могли решить эту проблему новых правителей тогдашней России, романовых. Но в 16-17-м, да и в начале 18-го века военные технологии еще не были на том уровне, чтобы одолеть орду самовольную. Но то, что не смогли сделать первые романовые, смогла София Августа Фредерика Ангольцская, она же Екатерина Вторая. И она, кстати, ввела в оборот новые понятия – Новороссия. То есть, этому региону было именно ею дано этот термин, это название. Нагаи имперской администрации были обманом насильно выселены на менее пригодные для жизни территории. После началась активная колонизация региона. На освободившуюся от Нагаев территорию отдали кому? Российским помещикам, немецким и венгерским колонистам, греческим эмигрантам. Ну, в частности, допустим, если вспомнить русскую классическую литературу 19-го века, сюжет знаменитых «Мертвых душ» Николая Гоголя как раз связан с колонизацией вот этой территории, Нагайской степи. Ну, это отдельная история. Таким образом, колыбель Нагайской качевии во второй половине 18-го, в начале 19-го века становится Новороссией. Вот это такой краткий экскурс в историю. В той территории, которая пока называется Юго-Восточная Украина. Я имею в виду современности. Теперь вернемся к нашей современности. Проект «Бандеровская Украина» в современной ее трактовке неминуемо закрывается. Как проект «Антироссия» в условиях деления мира на зоны валютного доминирования, бывшая Украина должна будет отойти к России. Это произойдет не одномоментно, но неминуемо. Я много раз говорил, в том числе и на вашем канале, о структурном и объективном кризисе капитализма. Современный мир еще не знал такого глубокого и драматичного по своим масштабам кризиса, который полностью изменит, точнее, он уже изменяет нашу жизнь. Старый мир уже умер. Изменятся границы территории, исчезнут народы, возродятся народы, казалось бы, уже ушедшие в небытие. Придут новые общественно-экономические формации и отношения, новые энергии, новые деньги. Война, начавшаяся на древних нагайских землях, обретет свою глобальность уже в открытых формах. И она уже на наших глазах рождает новый мир. Теперь возникает вопрос, каким он будет, этот новый мир. Ну, про это никто не знает, кроме Всевышнего. Даже примерных правил еще никто не может озвучить. Место в этом новом мире получит тот, кто не испугается и вступит в эту войну. Россия приняла вызов старого мира и вступила в эту третью мировую войну гибридного типа. Войну постиндустриального общества. Предлагаю посмотреть на данную обстановку, которая сложилась на театре военных действий, как раз с точки зрения нагайского взгляда, то есть нагайской точки зрения и оценки обстановки данных событий произвести взглядом сверху. Ну, первое, что мы с вами видим, что у нас налицо кровопролитная межэлитная война, так называемая схватка бульдогов под ковром причем не только в России, но и во всем индустриальном мире. В частности, это мы видим почему. Российские элиты, которые тесно связаны с европейскими страновыми элитами старого мира, уходящего мира, стараются подписать в России на любых условиях новый Брестский мир. Для чего? Для того, чтобы спасти свои капиталы, а главное власть над Россией, в том числе и в своих странах. Что являются их рупорами? Их рупорами являются Медведев, Набиулина, Мединский, Песков, лидеры Евросоюза. Цвет этой группы, партии, можете как называть, или синий. Это цвет либерализма. Им противоречит как внутри страны нашей, так и вне, так называемая патриотическая партия войны. А кто, где эти сидят господа? Это Министерство обороны, это Министерство иностранных дел, часть правительства во главе с Мишустиным, в частности, так называемые члены Братства Андивейского монастыря, черносотенцы, белогвардейцы. Связь их просматривается со старыми аристократами Европы, Ватиканом, мальтийскими рыцарями. Каков их образ будущего? Это Великая Российская Консервативная империя. Цвет их черный. Это именно они, кстати, начали специальную военную операцию на Украине. Третья сторона борьбы, находящаяся, кстати, в пассивной позиции, то есть эти первые две группы, они в активе, то третья она в пассиве. Это евразийцы. Значит, к ним относятся часть спецслужб, которые имеют своих адептов во всех структурах власти. В частности, рупором этой элитной группы является член Совбеза Босников. Также просматриваются связи с глобальными мировыми элитами, которые стоят за Трампом, Синьцзиньпинем, Путиным. Их цвет красный. Для большего понимания можете посмотреть и сравнить флаги и другие символы Луганской и Донецкой народных республик. Затонувший крейсер Москва, саботаж таможенных и пограничных служб на границе с бывшей Украиной, провоцирующий миграционный и гуманитарный кризис на приграничных российских, украинских и белорусских территориях, мирные переговоры в Турции, концентрация сил НАТО у Калининграда, заявление Борреля, что все решится на поле боя, это все взаимосвязанные события, имеющие отношение к межэлитной борьбе в первую очередь внутри России. Как я уже говорил, война имеет свои законы. Как мы видим по происходящим событиям, наличие сильной армии и первоклассного современного оружия еще не гарантируют полную победу. Без консенсуса элит, без перевода экономики страны на мобилизационные рельсы можно выиграть сражение. И не одно. Но в целом проиграть войну. Понятно. Если я правильно понял вас, получается первый посыл ваш первый посыл, то, что нужно изменяться. Умение изменяться, это умение приспособиться к новым условиям, даже, можно сказать, возглавить эти новые условия, повести за собой, можно сказать. Главное понять, какие эти новые условия, я думаю, так предполагаю. Даже в паране сказано, мы заменим вас народами теми, которые лучше вас. То же самое, что и с нами произошло. По поводу символизма тоже. Я, кстати, пересподил очень часто видео с вашим участием, и действительно символизма очень много. Та же бабушка, которая за красное знамя победы отказалась от продуктов, которые бандеровцы пытались вручить ей. Вы, наверное, видели, да, это видео? Да. Амир Кахай, хотел бы сконцентрировать ваше внимание на моряйском взгляде на эту проблему. Что вы скажете по этому поводу? Иногда владея своим историческим прошлым можно наносить удары в будущее. То есть наносить удары в будущем. Эти инструменты как раз относятся к формам гибридной войны. На территории Новороссии проживает много, кстати, наших этнических нагайцев, в памяти которых до сих пор живо знание о том, что эти земли являются их историческими исконными территориями. Естественно, все, что касается этих земель, представляет для нас нагаев зона повышенного концентрированного внимания. В частности, в российско-украинских переговорах в Турции засветился небезызвестный олигарх Абрамович. Кого же он представлял на этих переговорах? Россию? Нет. Украину? Ну, тоже нет. Зеленский, кстати, хлопотал за Абрамовича перед Лондоном, за его активы, а Мединский также за него ходокайствовал. Ну, мы считаем, что представляет он на этих переговорах проект Небесный Иерусалим. Или, как его еще по-другому называют, проект Новая Хазария. Что такое Новая Хазария? Это очень глубинный проект по образованию на территории бывшей Украины нового еврейского государства. Именно на землях бывшей Новороссии, то есть на Агайских землях. Понимаете, о чем я говорю? В процессе реализации данного проекта планируется уничтожение Ираном государства Израиль и последний исход евреев на территории Южной и Юго-Восточной Украины. Так что все там по-серьезному. Россия без своей проектности в одиночку не сможет противодействовать глобальным силам. Нашей стране придется сильно постараться, чтобы победить в этом глобальном противостоянии. Как говорил товарищ Сталин, нам нужно пробежать столетия за 10 лет. История, кстати, повторяется опять. Только 10 лет у нас нет. Времени гораздо меньше. Вот в рамках национального сетевого проекта Ногайская Орда мы призываем наших братьев Ногаев на освобожденных территориях Новороссии организовать Ногайские национальные национально-культурные национальные там прочие структуры, которые бы вошли состав военно-гражданских органов новой власти с целью укрепления их позиций на своих исторических землях. Наших крымских братьев Ногаев также просим оказывать этим структурам всемирную поддержку и заботу. По своей стороны, мы также готовы оказать этим создаваемым структурам всемирную поддержку. как как только будет налаживаться на этих территориях мирная жизнь, туда будут направлены наши делегаты для налаживания межритинских связей. Может получиться так, что кровью наших солдат освобождают территорию Украины для нового Израиля. Мы расцениваем это как попытку госизмены по отношению к России. Поэтому мы будем продвигать наши национально-культурные организации на землях Новороссий как минимум для демонстрации флага. Какого флага понятно для вас? Мы Нагаи как граждане России имеем свою активную гражданскую позицию Наши братья и сыновья проливают кровь на полях сражений за Россию и за ее интересы. Мы верим в нашу победу и пусть весь мир будет против нас. Мы не отступим от своей борьбы за то, чтобы Россия была и оставалась родным домом и крепостью всех свободных народов Евразии. Ну вот я заметил одно слово весь мир против нас будет действительно весь мир против нас против России Казахстан, Узбекистан. Как они? Элиты их из-за стран. Ну действительно что сказать про элиты частности Казахстана и Узбекистана. Скажу так, что элиты этих стран, как очень либеральные элиты самой России высказали поддержку западным санкциям и ментально перешли в стан врагов России. как говорится маски сброшены. Мы видим кто есть кто кто какую сторону принял в этой войне гибридного типа. Но критиковать политику Казахстана или обвинять ее я имею ввиду непосредственно от государства Казахстана Казахстана я бы не спешил бы. От критики в их адрес меня в частности останавливают допустим жертвы среди казахского народа которая прожила в частности в Астрахани. Уже как минимум 8 казахских батыров сложили свои головы на этой войне проявив мужество и героизм за будущее не только новой России но и нового казахстана в этом мы с ними простыми казахами в одном строю и на одной стороне борьбы ну судьбу элит идущих против народа в частности продающих и грабящих свое население решит сам народ казахи они близкие братские нам нагаям народ и думаю всегда они будут вместе с нами в этих так скажем событиях для нагаев они так исторически сложилось они фактически являются не только на данный момент хранителями нашей сакральной столицы сарайщика но и хранителями степной культуры древних воинских кочевых традиций в этих странах как вот Казахстане так и в Узбекистане только только идет смена элит и геостратегических векторов для изменения управленческих стратегий прошло слишком мало времени то есть ну там 20-30 лет это маленький срок что же касается Узбекистана Узбекистан не входит в интеграционный проект Евразы но входит в ОДКБ участие в этом военно-политическом блоке обязывает членов ОДКБ держать оборону от внешних военных угроз и участие элит Узбекистана в санкционных мероприятиях стран Запада против нашей страны однозначно расценивается нашей общественности как враждебный акт хочу напомнить что Каракалпаки в свое время входила в состав Ногайской Орды и вполне кстати может быть в ближайшем или недалеком будущем исторически обоснованно считать в частности Каракалпаком себя отдельным государственным образованием в составе республики Узбекистан и такое возможно то есть если такие какие-то подвижки будут в этом направлении если элиты Узбекистана так скажем не включатся вот в эти интеграционные процессы на территории Евразии мы вполне имеем право поддержать Каракалпаков восстановления исторической справедливости пока элиты этих стран я имею ввиду Узбекистана и Казахстана пребывает в таких иллюзиях что они спасут свои интересы и наворованные капиталы на западе ценой предательства интересов народа когда там имеем ввиду на западе у них все это отберут а это мы видим это у нас происходит на глазах многие наши даже представители российские элиты потеряли капиталы на запад и не только в России в Казахстане тоже такие события были в январе по крайней мере и мечты о дивном западе и сплеют и испарятся понятно они попытаются я имею ввиду элиты обратно переобутся и прыгнут уже в наш окоп я имею ввиду стать как попытается стать в один ряд в этом интеграционном процессе евразийском но это ему уже не удастся как говорил предавший один раз предавший дважды или трижды смена элит и векторов развития она неминуема а это активный процесс эти страны что Казахстан что Узбекистан просто обречены быть нашими соседями я имею ввиду России союзниками и друзьями а что же касается союзников России более высокого уровня более высокого формата то ими на данном этапе являются Китай и Иран эти страны в будущем в замыслах глобальных властных структур властных групп будут являться новыми центрами концентрации управления мировыми процессами и как ни странно звучит ситуативным союзником красного проекта является демократическое крыло США оно является основной партией войны так называемой ястребы в интересах страновых элит США по данному этапе это перенести войну в Европу с какой целью чтобы развалить Евросоюз развалить НАТО ограбить Европу до нитки в рамках решения своих антикризисов мероприятий здесь такая аналогия или параллель можно обрисовать для тех кто считает что это так скажем но вред что это никогда не будет этому параллель провести событиями конца восьмидесятых начала девяностох на территории бывшего СССР и отодвинуть так скажем данный кризис где-то на 30 лет вот сейчас они стоят на пороге нового кризиса и объектом ограбления теперь будет Европа в военном вопросе на глобальном театре гибридно-военных действий США и Россия в частности решает схожие задачи победоносная война на территории Украины с Западом идет на пользу красному евразийскому проекту или как его еще называют СССР-2 новая элита России сегодня рождается и куется именно на полях сражения Россия по итогам войны вернет свою субъектность избавится от компрадорских элит внутри страны проведет национализацию своих природных богатств и территориальных преимуществ и сможет проводить свою суверенную политику в интересах всех народов Великой Евразии но эта победа придет не сразу война продлится скорее всего не один год Новороссия это только первые ходы ее открытой фазы этап военной спецоперации скоро закончится и перейдет в закрытие уже формы в открытом бою Россия гарантированно выиграет а вот закрытых так называемых подковерных играх наша страна еще не полностью субъектна и победа добытая на поле боя может быть обнурена на гибридных фронтах здесь уже нужны другие армии и другие полководства надеюсь что Россия вполне обладает этими компетенциями качество применения таких средств будет видно уже несколько позже сейчас Бегулат действительно наступает времена когда слова песни человек проходит как хозяин по великой родине своей начинают становиться реальностью вот за этим мы все народы большой России русские ногаи казахи узбеки народы Кавказа и все народы которые заселяют большую Россию вышли вот на эту войну пролитая кровь наших солдат не будет напрасно ну а продажные элиты продажные элиты боятся что эта война разбудит народ и он придет за тем что у него украли в 90-е и в нулевые годы вот поэтому покровами тайны от нас скрывают почему не война а спецоперация почему вдруг утонул флагманский крейсер почему Мединский и Песков твердят о конструктивных переговорах а клоун Зеленский играет одновременно роль Гитлера и Наполеона и стремится к войне до победного конца ну наша задача нашего поколения не допустить измены в тылу воюющей армии поддерживать наших бойцов на передовой и как говорил Владимир Владимирович Путин идеология должна родиться из народа война развивается по своим законам пролитая кровь это сильнейший аргумент в обретении будущего поэтому работаем братья пусть сильнее грянет буря